Расскажите про момент в жизни, когда вы сделали что-то чисто на всякий случай, но в итоге это спасло вашу задницу Положил мою единственную пару рабочей обуви в сейф отеля вместе с ценными вещами Меня это спасло, потому что в итоге я не забыл бумажник и паспорт в другой стране Я спас не себя, а свою мать Я собирался в школу, а маму в это время рвало в туалете Она сказала, что это простое отравление и велела мне идти на занятия Но тут она ненароком упомянула, что у нее болит рука Я почуял неладное и позвонил в скорую Врачи приехали и забрали ее на машине скорой помощи По дороге в больнице у нее произошло 3 остановки сердца и каждый раз требовалась дефибрилляция Через месяц ей сделали двойное шунтирование, после чего она встала на ноги Врачи скорой сказали мне, что если бы я не позвонил, она умерла бы через 5 минут после моего ухода У меня появились странные болезненные симптомы И я решил сходить к врачу, хотя при этом думал, что скорее всего я слишком нагнетаю Оказалось, что у меня рак У меня была подруга, которая в 40 лет умерла от рака Всякий раз, когда я чувствую себя неловко, думая, что я слишком тревожная по поводу своего здоровья Я представляю, как сильно она бы орала на меня за то, что я не проверилась у врача по какой-то глупой причине Пожалуйста, люди, если вы когда-нибудь почувствуете себя глупо из-за похода в больницу, вспомните, что Джесс орала бы на вас, заставляя вас сходить к врачу и провериться А все потому, что она не хотела бы, чтобы вы из-за какого-то глупого чувства неловкости проходили через то, через что прошла она Она хочет, чтобы вы жили Перед тем, как мы с корешем пошли в лес, я сохранил GPS-координаты своей тачки в Google Maps Мы взяли удочки и направились к ближайшему водоему на карте в надежде поймать пару рыбок Оказалось, что это было болото, а не озеро И мы так сильно заплутали, что для нас все могло закончиться очень плохо На самом деле мы зашли не так далеко от места парковки, но каким-то образом оказались на другой стороне болота, даже не заметив этого Мы вернулись к машине, когда уже начал моросить дождь, появились комары и солнце начало садиться А еще мы увидели следы медведей Если бы я не сохранил GPS-координаты машины, мы бы как минимум провели одну холодную мокрую ночь в лесу А скорее всего нас бы и вовсе пришлось искать и спасать И прежде чем продолжить, минутка полезной информации, не перематывайте Дорогие подписчики, вы хотите стильно и недорого одеваться? Тогда рекомендую вам годный магазин кроссовок и одежды hustle.rf Ребята продают реплику известных брендов, которая по качеству и материалам не отличается от оригинала В наличии более 5000 кроссовок и одежды по адекватным ценам Редкие и эксклюзивные модели, которые вы сейчас нигде не купите Либо потратите в три раза больше У хаслов на сайте только реальные отзывы покупателей И что очень важно, у них есть бесплатная доставка и оплата при получении Если товар не подошел, просто возвращайте обратно Для наших подписчиков в хасле предоставили прямокод Upvote, который дает скидку 30% на все товары Не переплачивайте и тратьте деньги с умом, ссылочка в описании Продолжаем Я развозил пиццу поздно вечером, приехал в небезопасный район города Это был огромный жилой комплекс с несколькими зданиями Подойдя к входной двери, я заметил пару парней в темной одежде Они были примерно в 30 метрах позади меня, шли в мою сторону Клиентка была на втором этаже И подойдя к ее двери, я услышал, как открылась и закрылась главная дверь жилого комплекса Девушка расплатилась банковской картой и дала немного чаевых наличными Когда я убирал чек в сумку, где у меня была вся наличка Я вытащил остаток бабок и на всякий случай положил их во внутренний карман пиджака В сумке осталась только мелочь, которую я насобирал за тот вечер Я начал спускаться по лестнице к машине И тут из-за лестницы выскочили два парня Один из которых наставил на меня пистолет и сказал, чтобы я отдал им все бабки Я быстро отдал им свою сумку, в которой были сплошные монеты И те убежали в сторону черного входа в комплекс Я никогда в жизни не бежал так быстро к своей машине Хотелось поскорее свалить, прежде чем они поймут, что они только что ограбили меня на 3,5 доллара в четвертаках Спас свою маму Мы с ней были дома одни, и я собирался идти на тусу Я поднялся наверх и увидел, что на журнальном столике у мамы лежит разломанный на кусочке датчик угарного газа Она сказала, что до этого он сильно пищал Оказалось, что много лет назад в нашем предыдущем доме такой же датчик был неисправен И давал ложную тревогу Так что, по всей видимости, мама просто предположила, что то же самое произошло вновь Я пожал плечами и продолжил собираться Я уже собирался уходить, но что-то не давало мне покоя Однако мама настаивала, что все в порядке После непродолжительного спора с ней я все же сказал Нет, надо звонить пожарным Так я и сделал Они приехали, и оказалось, что уровень угарного газа в подвале был настолько высок Что если бы кто-то там спал, то он был бы уже мертв Наших кошек рвало от отравления, а мы этого и не заметили Оказалось, что фильтр в печи был настолько засорен, что выбрасывал угарный газ Один из пожарных отозвал меня в сторону и сказал, что если бы я мне позвонил То, скорее всего, по возвращению домой увидел бы маму, лежащую мертвой в своей постели Беря в аренду доску для серфинга, я решил заплатить 5 долларов за страховку В течение первых же 10 минут я сломал ее пополам Интересно, прокатчики целенаправленно строили на этом бизнес? Типа, я правильно понимаю, что они были в курсе, что их доска может сломаться И поэтому они зарабатывали больше денег на клиентах, которые не платили страховку? Осмелюсь предположить, что деньги, полученные от людей, которые платили 5 долларов И возвращали доски в целости и сохранности, перевесят стоимость страхового иска Типа, владелец досок может спокойно отдать эти 300 Или сколько там стоят доски для серфинга за замену той, которая в любом случае со временем сломается У моего друга и его жены родился первенец Им выдали большой пакет информации и разных документов, которые нужно было заполнить до родов, чтобы облегчить процесс Там также были брошюры, посвященные генетическому тестированию и другим вещам, которые можно сделать И одна из них была о сохранении пуповины крови Мой друг взглянул на эту брошюру, и его жена спросила, стоит ли им делать эту процедуру Она была не дешевая, пара тысяч долларов на сохранение крови После чего нужно было платить несколько сотен в год Мой друг сказал, да, будем делать В том году у них родилась дочь Через 3 года после ее рождения у них родился мальчик Но малыш родился с иммунным расстройством, без белых клеток И в качестве лечения врачи использовали пуповинную кровь и стволовые клетки его старшей сестры В то время я жил в Балтиморе Вернувшись после поздней смены, я остановился возле своего дома И прежде чем войти, достал из багажника рюкзак Но тут я увидел компанию подростков, ошивающихся на углу и подумал Ну уж нет Я окликнул соседку, чтобы та видела, как я иду к двери и захожу домой Примерно через 10 минут я увидел, как по улице бежала девушка, истекающая кровью Она сказала, что на нее без причины напала компания пацанов Короче говоря, будьте бдительны, ребята Несколько лет назад я был в похожей ситуации и решил проигнорировать свою чуйку И знаете, что произошло? На меня напали и ограбили Если вам кажется, что что-то вокруг неладное, то скорее всего так оно и есть Каждый должен прочитать книгу «Дар страха» Иногда трудно прислушаться к интуиции, потому что ты чувствуешь необходимость оставаться вежливым и невозмутимым на людях Даже когда интуиция говорит тебе, что нужно бежать Так вот, эта книга помогла мне больше не забивать на свою чуйку Как-то раз мой отец потерял свои очки Он собирался просто пойти в магазин оптики и взять себе очки по старому рецепту Однако в последнюю минуту он решил все же зайти к офтальмологу и проверить, вдруг чего поменялось Оказалось, что у него был разрыв сетчатки И его отправили на операцию, которую ему сделали в течение 24 часов Все было так плохо, что врачи сказали, что если бы ему тогда не сделали операцию, то скорее всего он бы вскоре ослеп Я смотрел, как мой маленький племянник играет с металлической соломинки, которую он нашел где-то в доме Он просто постукивал по ней и размахивал ею Однако я совсем недавно прочитал на Reddit пиздецовую историю о женщине, которая упала на такую соломинку и та проткнула ей лицо Я забрал у племяша его металлическую соломинку, а вместо нее дал ему мягкую силиконовую А теперь серьезно, менее чем через 5 минут он упал, как обычно падают малыши И я увидел, что силиконовая соломинка впилась ему в щеку После этого я какое-то время тупо сидел молча и приходил в себя, лол Случай произошел не со мной, а с моим коллегой Ему нужно было ломом отодрать с земли несколько шпал Вдруг одна из шпал выскочила и из нее вылетел гвоздь Гвоздь впился в одну из линз его защитных очков, которые он надел, потому что случайно захватил их с работы Теперь он хранит их у себя на столе в качестве напоминания Сизы нужно надевать не только на работе, ребята Я тогда еще учился в старших классах Высадил свою школьную девушку, а потом почему-то запер пассажирскую дверь Не прошло и 10 минут, как на светофоре какой-то отморозок попытался открыть эту дверь и сесть ко мне в машину Я понятия не имею, почему я закрыл дверь после того, как она вышла, ведь я обычно такого не делал Я хз, что бы было, если бы тот чел сел ко мне в тачку У меня был подобный случай Я подвозил домой своего кореша, который жил в небезопасном районе Водительская дверь у меня была заперта И как только мой кореш вышел из машины, я сразу же запер пассажирскую Вдруг из кустов выпрыгнули три девки, начали пытаться открыть двери машины Одна из них прыгнула на капот, и я сразу же дал показам Та скатилась с тачки Другая бросила бутылку в дверь с моей стороны Мне страшно даже представить, что они хотели со мной сделать У меня была пациентка, которой нужно было провести радио-йод-терапию Беременным нельзя проходить данную терапию Так что за день до начала приема препарата мы взяли ее кровь на анализ Я проверила результаты через компьютер, и они оказались отрицательными Я на всякий случай распечатывал результат и положил его в медкарту пациентки Хотя несколько лет назад мы уже перешли на чисто цифровой формат Проведя для нее инструктаж по радиационной безопасности, я выписала ее домой Через пару дней пациентка вернулась и сказала, что у нее задержка Врач сделал еще один анализ крови на беременность, и результат оказался положительным Лаборант открыл на компьютере предыдущий результат анализов, который был отрицательным И поменял его на положительный Если бы я тогда не распечатала тест, все выглядело бы так, будто я давала беременной пациентке дозу радиоактивного йода И меня могли бы уволить До этого случая коллеги все время смялись над тем, что я все время паранойю Но после этого все стали распечатывать результаты Обычно меня легко впечатлить, и я легко поддаюсь давлению сверстников Но как-то раз, когда я была помоложе, я гуляла со своими подругами и парой парней постарше Они учились в старших классах, и мы познакомились с ними в тот день Девочки были без ума от них, но я-то знала, что они те еще придурки Когда все мои подружки захотели прокатиться с парнями на машине, я подумала Нет, я им не доверяю, лучше я просто позвоню родителям, чтобы они забрали меня домой На следующее утро мне позвонила одна из девочек, которая поехала вместе с ними За рулем был один из старшеклассников, и они попали в серьезную аварию Одна из девочек не была пристегнута и сильно ударилась головой о приборную панель Она пролежала в коме 6 месяцев Девочка несколько лет находилась в реанимации, после чего проходила реабилитацию До сих пор не могу поверить, что в тот день я внезапно решила не плыть по течению, как я привыкла делать раньше И это решение, возможно, спасло мне жизнь И как же мне ужасно жаль мою подругу Мы были с ней очень близки, но она так и не стала прежней У нее изменился характер и поведение Я до сих пор думаю, насколько успешной она могла бы стать в жизни И что мы могли бы продолжить дружить, если бы с ней этого не случилось Очень грустная история Большое спасибо за просмотр В комментариях под видео пишите свои похожие истории И не забудьте посмотреть наши другие выпуски Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok